Доброе утро, ребята! На этой неделе у нас с вами большой влог. Потому что на этой неделе у меня день рождения, мне исполняется 36. Хочу немножко подготовиться к своему день рождения, привести мысли в порядок, а именно свою мотивацию, раскладывать по полочкам. Это вот именно та таблица, которую вы все хотели видеть, все хотели, чтобы мы с Тошей расписали, которую вы видели как-то в зимнем влоге, и все очень просили её сделать. Но у меня как-то не хватало, честно сказать, мотивации, сесть за это. Тоша не слышит. У нас теперь большие комнаты. Тоша где-то в ванне, либо в туалет. Чем старше, тем, казалось, будет проще. А я так и не научилась не оглядываться назад. Сложно меняться, но можно стараться. Но ты не вспоминай прошлое. Не думай о том, что ты сделал неправильно. А что правило? Это твоя жизнь. Живи, пока сердце бьётся. Тоша решил каждое утро делать теперь планку. Ооо. Ооо. Ха-ха. Лягушка металль. Хороший, как я. Не может смотреть, когда тело его обрастает жиром, поэтому... Так же, как я, перфекционист. Это уже у него второй подход. Теперь он пробует, бегает и делает планку, в общем. Ах, зай. Прекрасное начало дня. Ну, вообще, это обычно у меня обычное стоит. Это когда я ещё не проснулась. Так, в общем, на само день рождения мы поедем с Тоши на побережье. Я хочу прогуляться на велосипеде, то есть прогулка, именно езда на велосипеде по основному побережью. Тоши привык, что я люблю всё такое очень красивое, эстетичное, но я решила как-то больше объединиться с природой, так сказать. День рождения седьмого в субботу. Для этого у нас сейчас есть неделя. И я, как и говорила, с утра хочу заняться планированием. Именно по японской методике. Это то есть вот Тоши. У него есть мандала-чарт, таблица мандала. Вообще, конечно, лучше всего, наверное, это делать в начале года, но, честно сказать, лето, наверное, это самый лучший период, когда у вас и настроение хорошее, и мотивация выше, и активности больше, и много чего хочется сделать. Осенью мы все работаем, уставшись, зимой вообще, честно сказать, у меня настроения нету. Я вот заметила, зимой у меня настроение не то. Солнце, всё-таки погода, тепло, оно влияет на настроение. Итак, сегодня я возьмусь сама в первый раз за эту мандала-чарт. Тоши покажет нам для начала свою, то есть как выглядит его и вообще как она работает. И потом на основе его визине и я составлю, то есть как выглядит. Давай, Тоши. Как это сделать? Как это сделать? Я думаю, что я хочу сделать свою目標, чтобы получить свою目標, чтобы получить свою目標, чтобы получить то-до-лист. Тайминг тоже написано? А, это написано? А, это написано? Так. Так, я думаю, что, я думаю, что это будет очень эффективно. Но я думаю, я ставлю себе себе статус. В центре, это ультиматый 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 ультиматый. Как сочетать и работу, хобби. Так вот у Тоши, например, здесь есть. Он любит плавать, готовить, бегать. Но также у него, видите, входит семья, то есть провеждение с его женой, то есть со мной. Хаг Нэпл означает обнимать кошечку, то есть меня почаще, потому что у меня нет цен ревности, но у меня такой взрывной характер. И мы с Тошей договорились, что если я выхожу из себя, бывает часто, когда я себя чувствую некомфортно, особенно неуверенность в себе, она у нас у всех есть. В тот момент бесполезно нам разбираться. Единственное, нужно только, чтобы я чувствовала себя нужным. Это я вот так определила, и для того, что важно во времени, это вот, чтобы в тот момент обнимательнее. Этот зелень – это для каждого дня. Это для каждого дня. Долгосрочные перспективы, которые потребуются. Итак, ребята, посмотрим на мою таблицу. Вообще, конечно, у меня заняло это пару дней, если честно. Потому что об этом нужно прямо сесть и глубоко подумать, что для вас важно. Я вообще, если честно, пересмотрела все свои ценности. Ну, как раз момент такой был в этом году, вообще весь год. В тайм-менеджмент, если вы посмотрите, я описала приоритеты, то есть именно ежедневные приоритеты. Чему обязательно хочу удивлять свое время ежедневно, еженедельно. Чтобы это мне напоминало, и чтобы не отвлекаться, чтобы это были мои приоритеты. Практически в каждой графе вы можете увидеть именно ограничение общения с друзьями. Знаете, я в этом году пересмотрела свои ценности. И вообще, я стала быстро уставать. У меня абсолютно нет энергии, сил вообще. Было много событий за этот год. И я просто поняла, что я семейный человек. И, наверное, я поняла, что мои ценности и цели, они не особо сходятся с моими друзьями. То, как они проводят время, не сходится с моими ценностями. Конечно, друзья должны быть, но настоящие, которые уже, знаете, проверенные. У меня есть две подруги, плюс включая Джулию. И с учетом того, что я хочу все-таки ребенка в будущем, еще одного, мне нужно накапливать энергию и плюс концентрироваться, успевать и свои дела, и семейные. В сфере графа людей вы можете увидеть здесь ужины семейные, бизнес ужины. Все-таки у нас тоже общий бизнес, поэтому на это я тоже трачу время. Я не говорю, что я абсолютно отказываюсь от друзей, но все-таки я решила ограничить общение по времени. Знания. Вот у меня проблема. Я люблю смотреть в последнее время иногда некоторые сериалы или там новости на английском. А все-таки японский у меня не такой сильный, и нужно переходить на японский. Поэтому я написала книги на японском, стараясь. И сами новости или, например, телевизионный шоу тоже нужно смотреть мне на японский. По поводу сознания, в последнее время, знаете, я стала больше читать истории, слушать именно такую инструментальную музыку. Особенно Пашел Белл, знаете, мне нравится. И в последнее время прям огромное желание сходить на балет, живую музыку в ресторанах послушать. Вот, я не знаю, почему это так. Конечно же, я описала в графах своего сына. То есть, расширять его сознание. Ну, то есть, больше с ним разговаривать, может быть, путешествовать. Надеюсь, получится. Вот. И обязательно во многих графах есть уборка. То есть, чтобы не убираться потом, генерально не делать раз в месяц или раз в неделю, нужно возвращать все вещи на место. То есть, вечером перед сном все кладем на место, чтобы это не превышалось в аус. Ну, для этого, ребята, есть отдельный блог. Тоже посмотрите. В общем, все, я не буду рассказывать. Я выделю. Открою вам практически все мои. Посмотрите на таблицу. И, ребята, обязательно попробуйте сами. Итак, ребята, по поводу вообще ежедневных задач. Конечно же, вам нужен для этого ежедневник. Ну, без него просто никак. В желтом это, то есть, когда у меня уходит на это много времени. Нужно правильно распределять время. И всегда на месяц, вот вверху в шапочке я всегда пишу конкретно ограничение или цель, которую я хочу придерживаться. То есть, вот я написала «нет встреч» или, если даже и нужно, максимум 1-1,5 часа. Потому что вот у меня проблема действительно это, если я встречаюсь с друзьями, то все. Я планирую 2 часа, а потом планирую пойти поделать работу, YouTube. В итоге у меня это расходится на 3 часа, 4 часа. И я прихожу домой, кушаю, готовлю, все. И мой день пропал. Потом мы с Тоши уезжаем на пляж полностью. И здесь я уезжаю в Казахстан. Поэтому у меня всего лишь есть 3 недели. Это очень маленький срок, 3 недели. И потом для этого уже идут ежедневные задачи. Я просто их пишу, зачеркиваю, что вы мне сделали. И я могу возвратиться и посмотреть, что я не доделала. Бывает, реально мы забываем. Я же в пандемике не сходила. Я могу только сходить в четверг. Поэтому Кикон Тодаке это справка о замужестве. Потому что она мне нужна в Казахстане. Вот так вот. Обязательно, конечно, за день расписывать, что вы хотите сделать. И в течение дня зачеркивать. Честно, кажется легко. Но на самом деле это зрительно помогает вам собрать свою мотивацию. И конкретно зрительно распределить. И так у меня больше эффективно время распределиться. И моменты, где я вообще абсолютно провела время даром. То есть день зря. Чтобы видеть, сколько дней я пропустила. Ну, честно сказать, конечно, иногда я забываю. Раньше, честно, я писала это все на листочке. У меня были отдельные несколько ежедневников. Вообще не помогало. Все приходило в кучу. За один берусь, за второй. Просто один. Один. Реально один. Если хотите мысли, тоже пишите туда же. Понимаете? Когда все в одном, проще постоянно возвращаться. Не забывать ни свои мысли, или что вы хотели сделать, что вы планировали, что вы забыли и так далее. Тоша мне подарил вот такой милый цветочек. Корзинку. В честь дня рождения. Подарка, конечно, нет. Но в Японии вообще подарки особо не дарят. Я уже вам рассказывала. В основном подарок это провождение вместе. То есть, например, ресторан, ужин в ресторане. В основном на мой день рождения мне очень много приходит сообщений с Фейсбука. Именно вот от японцев, которых я даже не знаю. В ленте 90 поздравлений смотрите. Вот они меня не знают. Мы лично ни с кем. Ни я, ни они со мной не знакомы. Но у японцев вот единственная хорошая традиция обязательно написать. И в основном они желают хорошего вам, прекрасного, элегантного года. Вот так Машеньке пришла. Маша классная. Желает мне попу, как орех. Она знает, что я люблю заниматься. Сыночек вот поздравил. Всегда переживаю, забудет он или нет. Кто ему напоминает, я не знаю. Кстати, скоро еду в Казахстан. И у нас сейчас модные в Японии вот такие чубетельки. Я бы так их назвала. То есть, как кепки без самого козырька. Без самого козырька. У моего сына очень хорошая форма головы. Думаю, взять ему примерно такую. Ну, может серенькую такую. Мой босс в Лондоне, когда я работаю. Аяка тоже. Happy Birthday. Have a great wonderful year. Ну, в Японии вообще как бы нет такого, что они пишут огромные пожелания. У них просто одно слово. Два желания. Когда исполнится первое желание, нужно загадать второе и зарисовать рычок. Но, если честно, я не помню, какое было первое желание. Скорее всего, я знаю. Но я не уверена, что у нас здесь спор исполнилось. Поставку старайтесь. Поехали. Ну, чуть мило. Nee, я не знаю. Ненго käплю. Ненго, я не знаю. Ненго-мень. 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 что я делал в общем леггинсы смотрите потому что если на велосипеде и вообще она много снизу если нагнуться короткая соба взяли чемодан здесь есть локеры конечно у каждой станции что мы будем переодеваться на ужин там тоже костюм сидела небольшая милая станция камакура если туда проехать то там будет пляж ну правда здесь именно такой черный песок поэтому невозможно особо купаться здесь есть номинутая улица японцы все модные ходят в длинных юбках им нужно тоже какой-нибудь прямой калорийский 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 он настолько огромный я здесь его не съедаю это традиционная мочи кстати с кремом внутри или с бабами я их больше люблю по привычке мы с током на это не может быть я собираюсь сделать мастер-класс именно мочи настоящий мочи я привезу с Молодежь гуляет в Химонаврите. Это очень романтично. Мы с Тошей тоже так гуляли, когда встречались. Это была моя идея, кстати. Все. Ну, я вообще очень плохо катаюсь на байке. Я боюсь немножко. Надо учиться на велике. Здесь вообще все ездят мамочки на великах с двумя детьми. Я тут сама еле езжу. О, погода улучшилась. Там какой-то храм. Можно доехать до храма. Сейчас утро и очень хочется кофе. Поэтому поедем в сторону кафе. Камакро, как в Киото. Такое ощущение, как будто в Киото. Здесь много традиционных площадок и еще парков. Здесь моя камера хорошо снимает. У нее дебют сейчас. Мы едем в северную часть Камакоры. Там есть хорошая кофейня. Правда, она не японская. Но, естественно, кофе хорошее, но не японская. Аааа, так близко. Проехала машина. Поэтому в Японии права очень строго. Сложно получить. Потому что, видите, сколько велосипедистов. Вы доехали до кафе. Это любимое кафе в Токио. Но здесь оно тоже есть. Бабу. Ой. Первый раунд, ясно. Да. Поехали. Эй! О бааа. Многое сочетание. Попка, очень сладкий. Попка. Многое сочетание. Многое сочетание. Чоколазберри. В Японии хорошо. Здесь всегда есть вода. Бесплатная. У меня сыночек снимается в рекламе. Ого. Какой-то образовательный. Такой большой. Но мы уже с ним скоро увидимся. Через дней двадцать. Осталось совсем немножко, мой зайчик. Я тебя люблю. Нам дали карту, да. Сейчас поедем на остров. Энушима называется. Ну, то есть, это вот прям возле Камакури. Небольшой такой островок, где сейчас мы находимся. Просто более к линии побережья поедем. Прогуляемся на... В общем, я хочу сказать, мы просто прогуляться. А вам совет обязательно именно посетить вот эту саму... Внутри сам этот остров обязательно. Он идет как бы на холм. Там святой храм прямо на холме. Мы просто уже с сыном туда ездили. Поэтому с Тоши мы просто... Там великий Будда. Он вот располагается в Камакури. Вот он. Кудокол джаз? Ягушки? Похоже. Плантации? Бамбук, ребята, бамбук. Китай переноне, аши тайно. Че то, елайко, джан. Такие цветные машинки. Кайфи. Домики. Модный апартамент. Смотрите какой паркинг! Видно, нет? Трехэтажный. Получается машина вниз опускается, потом поднимается, под землю опускается. Я лучше прыжком пройдусь, будь и лапочка какой. А в Токио, в Токио все дороги вот такие, ребята. Вот такие вот узкие. Поэтому машину в Токио сложно иметь. Только на выходных пользуемся машиной. Поэтому будни все в основном на велосипедах и на метро. Я думаю, планирую себе, может быть, байк взять, мотоцикл маленький. Его хоть можно паркнуть везде. А машину, как видите, нигде не паркнешь, поэтому еще за нее за парковку платить. Поэтому, наверное, я перейду на мотоцикл. Посмотрим. Мы приближаемся ближе к морю. Смотрите, здесь уже на балконах висят костюмы серфингистов. Все, начинается пляжный городок. А я сейчас хожу направо. Сдаю через неделю, кстати, ребята. Вот мы и приехали на море, на побережье. Не видно отсюда, да? Это все серфингистские домики, кафешки здесь на берегу. Молодец. 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 А, тут кочки, поэтому у меня трясется голос. Эмашима, кстати, больше похожа на Калифорнию. Какой-то такой более экзотический стиль, потому что здесь есть пальмы. Молодец. Вот он сам, Эмашима остров. Но мы туда не поедем. Мы где-то вокруг здесь прогуляемся. Молодец. 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 Какой-то храм. Молодец. Коглетоши. Молодец. Знаете еще, что популярна? Гавайская еда. Всякие панкеки или вот такие тапиоко, различные напитки. Кажется, мы тут остановимся и пообедаем. Припаркуем. Так, я ударила свою ногу вот так об стул. И еще уже поцарапала ноги. Вот. Я не сдох. Ничего. Я учусь. Ой. У Тоши еще даже ветчина. В общем, нужно еще ехать назад. Наверное, часа два. Я уже немного устала. Вообще, мы планировали пойти куда-нибудь в Ансен. в баньку, но мы не успеваем. У нас еще ресторан. На берегу моря очень. Посмотрите, закат очень хочется ездить. по дороге мы сейчас купим клубничку. Здесь она подешевле. И помидоры. А вообще, все цены в Японии особо не отличаются друг от друга. в независимости Токио или другая конструктура. Ну, только если совсем село. Что-то у меня коленка вылезет. Японская слива. Японская слива. Такая засоленная. Она сладкая. Но она дорогая. 7 долларов. Это мой любимый Тай. Тай. Огромная ракушка. Сверху. У меня все японская. Полу-неку все разобрали. Осталось одно. Осталось один. так, что это не бывает. buя-е-е-е-е-е. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok